уважаемые коллеги мы начинаем наш вебинар давайте для начала как обычно мы с вами сверимся все ли у вас хорошо по технической части я уже смотрю плюсики пошли хорошо меня видите презентацию вам видно да значит хорошо слышать прекрасно спасибо большое итак начинаем наш сегодняшнюю встречу говорить мы сегодня и обсуждать будем замечательно потрясающее направление которое я лично очень люблю это шри-ланка зовут меня елена макарова если давайте сразу же мы с вами договоримся по некоторым организационным моментом если у вас какие-то вопросы будут возникать пожалуйста их оставляйте во вкладке вопросы я в конце своего рассказа обязательно туда в эту вкладку загляну и мы с вами пообсуждаем то что может быть а то о чем я может быть еще не рассказал давайте вот так поступать потому как в общем чате они как правило эти ваши вопросы они имеют свойство теряться поэтому давайте вот в вкладке вопросы там потом сами в конце пообщаемся и так шри-ланка это направление я думаю как вы знаете мы сейчас очень активно развиваем и надо сказать без ложной скромности успешно запустили мы полеты на шри-ланку в прошлом сезоне из ряда региональных городов я сейчас говорю по прямые вылеты и соответственно в этом в этом сезоне в этом году мы еще расширили географию наших полетов и конечно нам очень нравится проводить разные мероприятия по этому направлению обучающие так скажем делиться своей экспертизой чтобы и вы свою очередь повышали экспертность в этом направлении и имели возможность организовать качественный хороший год для ваших туристов и я уверена что вы поймете если особенно еще с этим направлением не знакомы вы поймете что на самом деле на шри-ланке вы можете предложить отдых абсолютно любой категории туристов и зная все особенности вы можете сделать настоящему классный качественный отдых абсолютно для любого запроса так скажем и так давайте вот в подтверждение моих слов обратимся полетной программе в этом сезоне как я и сказала мы расширили еще расширили географию наших вылетов я сейчас внимание говорю про прямую перевозку блочную про рейсы где у нас есть блоки мест мы летаем на авиакомпании red wings вот можете на слайде посмотреть в какие города в этом сезоне и из каких городов вернее простите конечно из каких городов мы влетаем напрямую в аэропорт мотала на шри-ланке и соответственно я вот кратко перечислил ну конечно москва мы влетаем из аэропорта домодедово также летим из казани из новосибирска из екатеринбурга из самары из аэропорт минеральных вод и из аэропорта тюмень вот такая вот достаточно обширная обширный список городов из которых у нас сейчас поставлены ну и соответственно давайте по нюансам перелета по тонкостям перелета потому что данному вопросу тоже очень но большой интерес что как что везем сколько летим и так далее итак ну давайте возьму такое среднее значение допустим на примере из москвы самолет летит 8 часов примерно 8.30 8.20 ну где-то вот такое время перелет занимает в полете на борту туристов обязательно покормят два раза один раз это будет полноценное горячее питание и второй раз туристам предложат что-то типа десертов орешков поэтому ваши туристы ни в коем случае конечно же голодными не останутся а или по норме провоза багажа смотрите в принципе перевозчик закладывает 20 килограмм плюс 5 килограмм ручная кладь из ряда городов у нас есть возможность добавлять расширять так скажем норму провоза багажа поэтому проверяйте при бронировании заявок такая опция из многих городов сейчас есть возможность ее добавить ноль пока еще не изо всех насколько я если я правильно помню я просто не так давно проверяла я думаю что может быть список уже пополнился может быть уже изо всех но такое такая возможность есть поэтому при бронировании обязательно проверяйте в заявке если это возможно то заявки в корзине тура вы сможете это сделать а что касается еще такого нюанса как провоз фруктов тоже часто этот вопрос дается соответственно смотрите если туристы выводят фрукты в отдельной корзине или допустим в какой-то отдельной емкости в аэропорту на вылете то за нее попросят доплатить но если же туристы просто допустим какие делала я до несколько фруктов но это конечно небольшой объем но тем не менее вот в рамках провоза объема ручной клади вот если туда их положить незаметно то можно и в общем то бесплатно привести также можно привести фрукты бесплатно в чемодане в общем вот таким образом фрукты можно вывозить но если туристам конечно нужно отдельная какая-то да если даже ваши туристы допустим хотят ну вот пять килограмм ручной оплате они хотят чисто вот эту пять килограмм эти эту норму использовать для провоза фруктов и это будет прямо отдельная какая-то не знаю мешок отдельные отдельная корзина то даже несмотря на то что это будет вписываться в ручной оплате скорее всего туристов попросят доплатить поэтому на это обращайте внимание лучше чтобы это было выглядело как обычная ручная кладь либо повторюсь можно поместить фрукты в чемодан а еще хочу сделать пометку на что сейчас это мы говорим с вами про старт зимнего сезона то есть это грядущий сезон зимы 24 24 25 года это полетная программа если мы говорим про более ранее так скажем вылеты то всегда у нас на летнем в летнем сезоне доступны туры по направлению шри-ланка на регулярной перевозке с вылетом из москвы конечно же с вылетом из москвы такие туры вы можете всегда у нас забронировать подборе тура в общем то вот это нюансы по перелету я думаю здесь вам стало более-менее понятно как что происходит и давайте обратимся к общей информации посмотрим на карту шри-ланки уже более крупную посмотрим где что здесь расположена куда в частности туристы прилетают так сейчас возьму указку сразу вам покажу аэропорт прилета называется мотала вот он находится на самом в самой южной частью острова это третий аэропорт на острове который принимает международные есть еще аэропорт колумба кстати вот как я уже заметила да пролетний сезон мы действительно летаем на регулярных рейсах так вот рейсы в этом случае если вы бронируете летний сезон с вылетом из москвы на регулярке они будут прилетать в аэропорт колумба имейте тоже это пожалуйста ввиду так вот все рейсы блочной перевозки зимнего сезона они все прилетают в аэропорт мотала ну и пока мы с вами на карте давайте расскажу про столицу острова да шри-ланка мы как мы видим на карте я думаю что и вы многие из вас знают что это остров некогда он был он назывался цейлоном омывается шри-ланка собственно по всему периметру разными кстати акваториями но каких-то принципиальных различий здесь в пляжах но по волне конечно же будут нюансы про них я буду обязательно рассказывать но вот так что что допустим где-то омывает где-то пляжи которые омываются океаном там одна ситуация да например по волну где-то омывается морем другая нет такого нет эти акватории про которые сейчас расскажу они в принципе перемешаны друг с другом и в общем-то каких-то радикальных таких нюансов и различий нет так вот шри-ланка по всему побережью омывается прежде всего самая большая акватория индийским океаном и нас восточной части кое-где остров омывается лакадивским морем лакадивское море и еще вот здесь вот вот в этой части омывается остров бенгальским заливом но повторюсь в общем то это все одна акватория да и каких-то принципиальных различий в связи с этим в общем то нет да где-то волны сильнее где-то волны будут тише но тем не менее они в принципе друг на друга похожи по нюансам пляжа обязательно будем с вами эти нюансы обсуждать когда будем говорить про отельную базу самый важный нюанс пожалуй который нам необходимо учитывать при подборе тура для наших туристов это конечно же сезонность потому что здесь сезонность обязательно нужно учитывать если ваши туристы именно хотят отдохнуть на пляже насладиться солнцем например искупаться без волн поэтому вот этот нюанс нужно знать смотрите вот как раз у меня по информации по сезонности она вынесена на слайд вот как раз с мая по сентябрь на северо-востоке начинается сезон то есть это летние месяцы и немного весны и немного осени вот с этой стороны здесь как раз таки царит солнечная погода минимум волны минимум осадков и вот как раз таки тот период который у нас грядет это период с октября по апрель сезон перемещается высокий пляжный сезон имею ввиду он перемещается на юго-западную часть острова вот как раз таки в эту часть на которой расположена как вы видите больше всего туристической инфраструктуры да это даже видно по карте здесь очень много таких вот городков поселочков даже я бы сказал это не городки это такие деревушки поселочки которые следуют один буквально за другим и вот мы сегодня с вами поговорим конечно же не про все но про самые так скажем интересные с точки зрения размещения мы сегодня обязательно обсудим посмотрим их особенности так вот здесь на юго-западном побережье мы как раз таки предлагаем большинство размещений у нас есть отели безусловно и на северо северо-восточной части мы про вот это побережье сегодня тоже с вами обязательно поговорим посмотрим как его можно продавать что здесь предлагать но акцент будет конечно на юго-западной части потому что именно здесь сосредоточено большинство туристической инфраструктуры на этой части ну и смотрите сразу сразу же давайте посмотрим где находится территориальная столица острова вот на карте вы видите отмеченную город такой самый крупный город колумба но это не столица острова как могло бы так показаться по карте да на самом деле столица называется шри джай варды непура катте вот такое длинное замысловатое название у столицы и она не отмечена на карте поскольку находится в пригороде колумба и на самом деле этот городок он хоть является официальной официальной столицей официальным центром шри-ланки но тем не менее по факту является самым настоящим пригородом более крупного города колумба колумба это самый настоящий коммерческий центр самый настоящий административный центр в общем то здесь кипит вся такая деловая жизнь она сосредоточена именно в колумба а вот столица я буду называть ее код те чтобы уж совсем да на слух попроще воспринималось то подкоте находится в пригороде колумба как раз таки но тем не менее несмотря на свои масштабы является официальным центром официальной столицы государства шри-ланка что еще из важных таких формальных нюансов конечно же валюта здесь в ходу местная валюта таланкийская рупия вот примерный курс вы видите на слайде ехать конечно же лучше и нужно туда с долларами либо с евро поменять заранее их можно и соответственно обменять сразу же это тоже ну на мой взгляд важный нюанс конечно ни к чему туристов не обязывает но лучше порекомендуйте обменять сразу же по прилету валюту в аэропорт мотала там будет собственно стойка обмена валюты и можно это легко сделать до трансфера потому что потом можно конечно поменять валюту в отелях можно в общем то пункты обмена валюты найти и кстати я немного видела но это все временные затраты а в отелях будет более невыгодный курс вот наиболее быстро наиболее выгодно можно поменять и лучше всего поменять именно в аэропорту здесь на острове разговаривают конечно но на местных диалектах это сенгальские тамильские языки но очень хорошо они владеют английскими языками особенно если мы говорим про коммерческие сферы включая английский язык включая туристическую сферу там по английски общаются в общем то ну практически все еще они ну очень любят русских туристов и пытаются всячески их привлечь и начинает изучать русский язык осваивать русский язык поэтому вот ну как такового языкового барьера здесь на острове его можно сказать еще один важный нюанс который постоянно вызывает вопросы ну в общем то ввиду того что постоянно здесь ситуация меняется это конечно оформление визы виза по-прежнему нужно но сейчас сейчас ее оформляют и придет абсолютно бесплатно для граждан рф замечательная возможность потому как в прошлом году мы летали сплатные визы то есть на нее нужно было доплачивать вот в этом году пока есть такая возможность оформить визу по прилету в аэропорту абсолютно бесплатно есть еще возможность оформлять электронное приглашение электронную визу простите на сайте так тоже можно сделать но пока сайт не работает вот буквально по моему с 2 августа что-то там какие-то неполадки пока он не работает и в общем то сейчас ну по факту если прямо сейчас бронировать ну не могу сказать заработать он или нет на самом деле я думаю что заработает и такая возможность будет зайти на сайт и оформить например заблаговременно самостоятельно если туристы этого хотят вообще по идее так раньше было всегда мы повторюсь вот сейчас этот ресурс что-то с ним случилось и пока такой возможности нет но я думаю они эту работу восстановят но здесь обратите внимание при таком способе оформления визы нужно будет это платного первых взимается визовый сбор там порядка 10 долларов и оплачивать нужно будет картой иностранного банка вот такой нюанс есть что еще касается визы немного расскажу как это происходит туристы прилетает в аэропорт там заполняют обязательно миграционную карту в аэропорту кстати это можно тоже миграционку заполнить заблаговременно у нас есть ссылка где можно заполнить и распечатать на сайте на нашем разделе сотрудничество нового виза там все ссылки оставлю но это можно повторюсь сделать и в рапорту по прилету и непосредственно вот с этой миграционной карты туристы встают в очередь очереди двигаться достаточно быстро там каких-то мертвых таких вот очередей без движения нет и уже соответственно получают визу прилет и непосредственно с визой непосредственно с миграционной карты они идут уже на паспортный контроль проходят паспортный контроль и соответственно там уже могут поменять валюту вот про что я и говорила и сейчас я продолжаю про особенности разговор выделила некоторые особенности которые на мой взгляд следует учитывать чтобы лучше организовать сориентировать туристов так скажем и в целом лучше организовать отдых ну во первых про по поводу валют еще хотелось бы добавить нужно обратить внимание на то что здесь не принимают доллары старше 96 года и вообще такие знаете но если купюра прямо такая изношенная так скажем какая-то порванная не знаю то ее тоже запросто могут не принять лучше всего конечно в идеале брать доллары нового образца такого синего оттенка но в принципе я меняла в том числе доллары старого образца никаких проблем не возникло но они у меня были хорошем состоянии в принципе по такому же курсу я их поменяла единственный нюанс чтобы они были не старше 96 года и чтобы они не были сильно такими уставшими самой купюры также здесь на острове туристы могут расплачиваться картами union pay в том числе платежной системы union pay только единственное пожалуйста отслеживайте чтобы это была карта с несанкционного банка потому что у нас в россии есть ряд нюансов и списки эти к сожалению пополняются поэтому вот нужно нужно этот момент следить ну конечно расплатиться они картами могут допустим любых супермаркетах там магазинчиков но если это какая-то лавочка конечно там будет приниматься только наличка поэтому оптимально конечно при себе иметь это и другое еще что касается уже размещение нюансов по размещению смотрите здесь в курортных зонах отеля практически не взимают депозиты то есть нет у них такой практики что достаточно приятно согласитесь то есть депозитов здесь в общем то нет и большинство отелей работает тоже что очень удобно на разных типах питания ты все включено и завтрак и полупансион и полный пансион поэтому здесь на самом деле есть где разгуляться и выбрать так как удобно туристам имейте ввиду что здесь все включено включает алкоголь только местного производства не видела я отеля которые работают на импортном алкоголе с импортным алкоголем здесь также если ваши туристы например бронирует концепцию все включено редко но все-таки бывает и это бывает как правило либо в конце сезона либо в начале сезона когда загрузка еще не полная возможно организация вот концепции все включено не не видишь шведского стола оба сет меню когда туристы садятся и им приносят непосредственно меню где они могут выбрать блюда на выбор там допустим несколько вариантов салатов горячего супов и так далее и здесь соответственно предоставляется он люди в примерно до 10 до 11 часов вечера есть один вариант размещения буквально где он люди в такой расширенный как вы знаете до 12 даже или она даже круглосуточный такой отель мы с вами тоже посмотрим но все-таки как правило это до предоставления концепции до 10 до 11 часов вечера а если же ваши туристы выбирают завтрак полупансион полный пансион соответственно здесь и чай и кофе и вода предоставляется бесплатно вот вода всегда пополняется в номерах ее также можно всегда взять ресторана ну конечно это все зависит от уровня отеля всегда туристы придут сядут за столик к ним либо подходит официант предлагает чай или кофе либо же туристы сами там подходят к ну либо себе самостоятельно эти напитки но в общем то здесь с этим проблем нет никаких туристов на вот этих концепциях всем обеспечивают абсолютно а что касается так скажем время попровождения туристов за пределами отеля что они могут поделать ну погулять естественно да и допустим сходить и купить что-то необходимость нужно супермаркетах и распространены здесь вот такие супермаркеты торгового цепочки киллсов достаточно много и найти можно в общем то абсолютно все начинает какую-то бытовую химию заканчивая продуктами питания здесь пожалуйста туристы могут все все что нужно купить а она передвигается 30 на тук-туках в общем то повсеместно цена примерно 100 120 рублей за километр и имейте ввиду что здесь конечно некоторые лангийцы они так скажем прибавляют к цене поездки любят это делать если видишь туристы здесь можно посоветовать туристам скачать приложение например умер данный телефон и в общем то самим просчитать сколько это будет стоит перемещение от точки а до точки b и показать эту цену а водителю только только и в общем таким образом поговорить еще один интересный нюанс здесь нашли вам кеп празднует такой большой буддийский праздник он называется день полнолуния full moon и вот в этот праздник здесь не предоставляют спиртные спиртные напитки то есть алкоголь практически не найти честно я сама не попадала дату не могу сказать как это все выглядит но нас предупреждают в отелях нас предупреждал гид об этом попросил соответственно эту информацию передать поэтому вообще этот этот праздник празднуется раз в месяц и в общем то ну вероятно что ваши туристы попадут именно в эту дату она конечно есть но во первых не очень высоко во вторых это всего лишь один день но все-таки такой нюанс существует да когда в том числе и в отелях алкоголь не подают на такой день может все-таки отдых ваших туристов прийтись поэтому лучше это проговорить заранее но что касается связи вот я сама попробовала купить сим-карту и в общем то советую теперь другим можно это сделать прямо в аэропорту а также где меняете валюту туристы могут и купить и сим-карту стоит примерно 7 долларов 50 гигабайт я потратила за за 11 ночей где-то примерно 10 гигабайт то есть хотя пользовалась интернетом абсолютно везде там есть и поменьше объема побольше но по цене в общем то практически не отличается советую именно местного оператора диалог очень хорошее покрытие и в общем то на связи можно везде оставаться смотрите это не значит что в отелях не предоставляется интернет или вай фай нет во всех отелях абсолютно есть вай фай ну в общем то все стандартно но естественно покрытие везде разное да и в разных зонах особенно но здесь если туристам актуально оставаться на связи так скажем круглосуточные где бы они ни были в том числе на экскурсиях вот и поэтому рекомендуйте вот таким образом поступить и главное сделать тоже для удобства это прямо в аэропорту чтобы вашим туристам не искать потом где-то не эти сим-карты не разыскивать в других местах все в аэропорту прилетели поменяли валюту купили сим-карту и дальше уже о таких нюансах можно не беспокоиться еще пару слов хочется рассказать про местную кухню потому что столкнулась тем что очень много вопросов агент сдают по именно по кухне что там покушать и многие туристы переживают вроде как но многие все еще воспринимают шри-ланку как нечто ну такое очень экзотично да согласитесь не отношение не как таиланду там достаточно изведанному даже не как к индии потому что уже достаточно ну более популяризирован так скажем с направляем чем шри-ланка так вот здесь отвечая на вопрос что же здесь поесть очень большой выбор еды то есть голодными здесь туристы точно не останутся особенно если мы говорим про питание в отелях я лично была приятно удивлена даже если мы говорим про отели допустим но не не супер там каких-то про отели не супер высокого уровня так называем это а допустим про но четверки такие твердые четверки прекрасное питание вот пару кадров даже вывела на слайд и вообще в чем особенность заключается давайте пробежимся во первых ланкийцы очень любят конечно еду наперчить и вообще очень любит острые блюда их они конечно тоже подают но в общем то всегда можно здесь найти европейские блюда которые привычны туристам наряду с такими национальными перченными острыми выбор есть всегда но любят они специи да как я уже сказала это куркума паприка кардамон черный перец они активно их используют а здесь я встретила очень большой выбор соусов особенно очень интересная такая приправа фруктовый соус как-то я до этого получилось не пробовала таких соусов очень их вкусно добавлять к мясу и к рыбе вот их и достаточно много очень не их любят всегда супы есть на выбор на шведском столе практически всегда это либо какой-то овощной супчик такой достаточно пресный и традиционный том-ям то есть здесь том-ям подают всегда практически острым ни разу не видела как таиланде например такой том-ям адаптированный нами русских туристов здесь такого не делают ну я по крайней мере не встречала вот всегда здесь на выбор либо такой остренький том-ям либо овощной супчик какой-то более пресный здесь большой выбор морепродуктов в отелях именно коллеги говорю про отели про шведские столы всегда я находила и тунец и кальмары и креветки были большой выбор мяса здесь они подают и свинину и курицу и говядину здесь тоже можно найти и что я подметила что допустим для людей которые какие-то ограничения имеют допустим употреблять только растительную пищу например или либо это вегетарианцы то здесь тоже для них есть где разгуляться потому что очень много растительной пищи этой крупы очень много круп блюд из бобовых растительные репешки не очень любят делать очень вкусные надо сказать ну и на завтрак стандартные туристы всегда могут найти и каши и яйца сыр сосиски то есть такие вот стандартные европейские завтраки они здесь практически в любом отеле не было ни одного отеля где допустим нечем было бы позавтракать поэтому вот имейте ввиду и в принципе вот к вопросу нужно ли брать завтрак а если концепция отеля это предполагает на мой взгляд это удобно то есть завтра взять завтракать а там уже допустим ну где-то там на прогулке кушать в кафе в ресторан а еще хочу рассказать вам про одно такое очень вкусно национальное блюдо это хопперы вот на фотографии как раз таки я поймала момент фотографировала на повара с этими хопперами видите такие блинчики в виде полусферы они готовятся в такой овальной полу овальной сковородке это блинчики и на кокосовом молоке и и там еще вот на дне мог может быть яичница сделана в общем в разных вариациях они их делают это очень вкусно и вот такие хопперы это их я пробовала только здесь на шри-ланке и они тоже очень часто в отелях встречаются особенно вкусно готовят отелях там хороший четверка отелях пяти звезд там прямо обалденно в принципе их более демократичных отелях тоже можно найти они там тоже будут вкусно имейте ввиду если порекомендуете по крайней мере туристам обязательно такие вот блинчики попробовать но если мы говорим про питание не на территории отеля допустим за пределами здесь тоже есть выбор но опять-таки да если ваши туристы живут какой-то активной курортной зоне там конечно будет большой выбор кафе а если это допустим какая-то очень уединенная деревушка то соответственно здесь коллеги конечно лучше брать питание на ну на максимальной пансионе то есть либо полный пансион либо все включено это будет актуально потому что если гостиница расположена в уединенных поселочках которые мы сегодня тоже с вами посмотрим то там как правило кафе каких-то ресторанчиков будет либо очень маленькое количество либо их не будет вообще и нужно ну куда приехать дополнительно а так в курортных зонах таких очень оживленных туристических местечках их достаточно много здесь популярное кафе со шведскими столами куда можно прийти заплатить купить ну заплатить определенную сумму и уже на эту сумму покушать и салаты суп и горячий десерт и чай вообще средний чек примерно 1500 2000 рупий и комплексные завтраки у них тоже в кафе я встречала примерно 1700 рупий можно купить и там будет салат горячая десерт по моему и напиток вот такой вот порядок цен и в общем то вот таким образом организовано питание здесь на шри-ланке повторюсь меня но очень неприятно удивило поэтому если ваших туристов есть сомнения какие-то по этому поводу вот вы можете их развеять а ну вот и в общем то завершая разговор про особенности давайте еще расскажу вам про пару даже не про пару чуть больше но тем не менее таких вот интересных нюансов которые я думаю вам будет интересно узнать и рассказать вашим туристам ну конечно я думаю что вы знаете что шри-ланка это главный один из главных экспортеров чая на мировом рынке повторюсь шри-ланка называлась раньше цейлоном носило название и вот знаменитый цейлонский чай он выращивается как раз таки здесь на высокогорных плантациях шри-ланки сами ланкийцы пьют очень любят такой знаете крепкий черный чай они любят его разбавлять там либо не сгущенка молоко они любят добавлять но имейте ввиду если там допустим где-то в ресторане в отеле можно сразу если официант подходит хочет налить чай можно сразу предупреждать чтобы они наливали половину кружечки потому что на самом деле это на вкус для нас мне кажется для большинства это такая знаете очень крепкая заварка поэтому имеет смысл налить пол чашечки и там уже разбавить водой вот а сами повторюсь они обожают именно черный крепкий часть молоком а так вот здесь выращиваются разные сорта чая зеленый кстати говоря они не очень любят выращивать здесь сорт чая не очень распространен все-таки они отдают предпочтение черному чаю и самый ценный сорт это белый чай который считается ну практически лекарством от разных недугов разных болезней все это покупать лучше на фабриках конечно в магазинах тоже туристы запросто в том же kills например могут купить чай но вот именно какого-то такого особенного сорта или допустим самый свежий чай конечно туристы могут это все приобрести только на фабриках а также на шри-ланке очень распространена добыча полезных ископаемых и вот в частности добыча вот такого прекрасного очень красивого камня голубого сапфира и это к слову о том что туристы здесь могут купить выбрать и купить какое-нибудь очень красивое ювелирное изделие поэтому почему вынесла это отдельным таким нюансом потому как а таких покупок такие покупки заранее нужно планировать и у нас даже в частности в группе некоторые расстраивались что заранее не подумали об этом не взяли соответствующую собой сумму денег чтобы что-то подобное купить так вот коллеги здесь как раз таки шри-ланка это место где можно купить драгоценности с голубым сапфиром очень хорошего качества но обязательно тоже это делать сертифицированных магазинах обязательно потому что в каких-то прилавках это будет ну можно нарваться конечно же на подделку а еще здесь очень хорошего качества ткани по очень смешным ценам очень низкий мышок и хлопок здесь также можно на острове приобрести качестве сувениров еще 300 везут вот такие вот маски которые делаются из дерева и считаются таким вот оберегом местным конечно же ром очень такой знаете ну топ покупок наверно это конечно ром любит наши туристы его привозить красный ром марки calypso можете себе пометить вот именно он считается самым вкусным и в общем то другие здесь есть ром и других торговых марок но рекомендую именно calypso и в общем то нам его тоже рекомендовал гид имейте пожалуйста ввиду опять-таки лучше об этом заранее предупредить такой ром можно купить только находясь вот ну где-то в общем то в процессе отдыха потому что в аэропорту на вылете в аэропорту мотала duty free очень скромно и там вот рома calypso точно не найти там есть алкогольные напитки но это других марок и ну в общем то такого рома точно в аэропорту на вылете бьюти фри не найти потому что многие я знаю откладывать свои покупки именно вот на на день когда они будут вылетать думать duty free всего купят нет здесь это не тот случай выбор достаточно скромный там в дути фри поэтому лучше все что нужно туристам порекомендуйте все-таки покупать в процессе отдыха ну и конечно шри-ланка это то место где очень классно заниматься серфингом особенно учиться потому что волна достаточно мягко здесь есть и курортные зоны есть и серф школы ну и напоследок хочется рассказать вам про удивительные и потрясающие закаты конечно они здесь просто ну даже не побоюсь этого слова сногсшибательные это нужно видеть самим но это вот такая вот самая настоящая ценность ради которой можно в принципе только ради которой сюда в общем-то и приехать вот вот такая вот шри-ланка и конечно пожалуй то есть немногие так скажем ценности достопримечательности про которые я могу рассказать но я думаю вот для начала в общем то вы сформировали свое представление о том что здесь такого интересного и что здесь чем могут насладиться здесь наши с вами туристы и здесь вот пару иллюстрации о том как мы встречаем наших туристов это конечно будет всегда такой вот такой пригласительный баннер и они это к тому что нас всегда видно туристы не потеряются и на таких комфортабельных автобусах мы везем наших туристов до отеля всегда можно естественно это автобусу группового трансфера всегда можно добавить машины на для индивидуального трансфера также в заявку поэтому индивидуальный трансфер здесь на шри-ланке он тоже есть давайте с вами снова вернемся к карте потому как мы уже в общем то сейчас начнем разговор про курортные зоны и про отельную базу про вариант размещения которые мы там предлагаем я же обращала ваше внимание что достаточно много да вот этих вот поселочков курортных деревушек а вот особенно на западном побережье про который мы сейчас будем говорить на юго-западе и они буквально один за другим и действительно их очень много каждая в каждой можно выделить свою особенность и мы сегодня с вами поговорим про некоторые из них но вот такую сводку я сделала в принципе для того чтобы вы ориентировались в курортных поселочках шри-ланке и в общем то смотря на нее могли вот думаю что в подборе тура она должна вам помочь можете себе сфотографировать имейте ввиду что трансфер до курортов если мы говорим про юго-запад мы сейчас будем обсуждать вот именно это побережье напоминаю аэропорт находится здесь на самом юге так вот трансфер он составляет среднем полтора три часа то есть если мы говорим про отели которые расположены до колумба то в принципе в три часа трансфер уложится и от колумба где-то вот в районе колумба до аэропорта у них проложен хайвей в общем скоростная трассы и это все ускоряет процесс доставки туристов до отеля повторюсь и напомню вам что вот про это побережье про побережье про сезонность здесь сезон начинается в октябре и заканчивается в апреле то есть октября по апрель здесь царит прекрасная погода солнечно практически нет осадков и в общем то спокойный океан кое-где спокойное море но про нюансы да давайте мы сейчас как раз таки будем разговаривать про нюансы каждой курортной зоны потому что они все-таки есть и так городок у навату на смотрите он сейчас покажу его на карте где моя указка вот она вот смотрите деревушка у навату на находится на юге и соответственно трансфер будет достаточно непродолжительные в районе полутора часов и чем же примечателен этот курорт на самом деле один из самых популярных туристы его любят за за так скажем за сочетание множество плюсов которые здесь есть ну во первых здесь активная в принципе очень инфраструктура достаточно развитая здесь есть и кафешки можно есть бар и можно есть место где допустим даже я могу туристы посидеть покурить магазинчики тоже здесь достаточное количество есть даже по моему ночной клуб но такая здесь ночная жизнь она не очень так скажем активная но она все-таки присутствует и здесь на у навату не именно пляж считается одним из самых лучших потому что у навату на представляет себя как бы бухту и волны здесь практически никогда не бывает поэтому вот за пляж курорту на вату нам очень любят плюс здесь все пологий вход широкая пляжная полоса но в общем то вот на фотографии можно это увидеть и особенно этот курорт конечно подойдет для семей с детьми если мы рассматриваем именно если брать во внимание именно нюанс по пляжу и так первый отель который мы про который мы с вами поговорим который мы здесь предлагаем называется рок-хаус у навату на это отель такой вот ну собственно говоря без территории туристы размещаются в корпусах отеля и сразу же хочу сказать что отель находится на возвышенности такой важный нюанс который я думаю что вам следует пометить потому как туристы бывают разные для кого-то это очень важно отель находится на возвышенности но это не какая-то супер крутая горка но тем не менее подняться в горку спускаться потом все таки придется реновация была у него проведена в общем косметическая косметика косметический ремонт в прошлом году а все туристы все извините номера они друг на похожи у всех номеров есть такая такой вот балкон большой даже не балкон сам настоящий терраса где можно посидеть и обратите внимание здесь есть номера категории севью они находятся на скажем отель сам на возвышенности находится а номера категории севью они находятся еще на большей возвышенности и туда к этим номерам ведут ступеньки но вид вот из категории номеров севью открывается просто потрясающе поэтому в принципе если ваших туристов это не смущает рекомендуйте потому что ведь на самом деле шикарный вот из этого корпуса севью открывается но повторюсь к нему надо подняться и спуститься так дальше по этому отелю ну в общем-то отель повторюсь он без территории есть вай фай пляжные полотенца выдают и находится отель через дорогу от моря примерно 150 метров удачный вариант трех звезд демократичный можете смело рекомендовать для демократичного отдыха и в общем-то учитывая все нюансы и еще один вариант размещения кстати вот у этого отеля freedom villa один хозяин с предыдущим отелем rock house но есть конечно некоторые различия здесь в отеле freedom villa уже немного другая концепция турист размещаются вот в таких вот бунгало так скажем в домиках и здесь уже посмотрите есть своя территория отеля в общем-то очень уютная очень красивенькая такая этот отель стоит поближе к морю то есть здесь уже такое так скажем более комфортабельно размещение но тем не менее также демократично и в принципе вот вы можете два варианта отеля использовать как альтернатива друг другу почему нет здесь море вообще очень близко то есть буквально выходишь из отеля с территории отеля и вот до моря рукой подать буквально через дорогу и следующий отель уже совсем другой концепции это отель orale beach resort and spa один из самых популярных конечно у наших туристов один из самых любимых и один из тех отелей которые очень быстро встает на стоп отель новый открыт в двадцатом году всего ему 4 года отель стоит на первой линии у него очень большая территория где очень много зон есть у них здесь и beach club вот кстати на картине на фотографии вернее его видно вот видите такая зона здесь бассейн а здесь же у них зоны отдыха здесь у них такие вот фудкорты то есть место где поесть в общем то можно проводить время на пляже не уходя к себе в номер все для этого здесь есть здесь у них есть детский мини клуб работает то есть в принципе такой полноценный детский мини клуб это не комната сняли а именно полноценный детский мини клуб для деток прекрасное питание у нас там было питание проверили на себе и в общем то но есть все для комфортабельного размещения отель находится неподалеку от инфраструктуры там буквально вышел из отеля минут пять нужно пройтись поэтому для в общем то для любой категории туристов можно рекомендовать особенно популярен среди туристов с детьми для семейного отдыха и следующий городочек про который тоже нельзя не сказать это такой маленький город порт гале находится в неподалеку от уна вату на там буквально в 15 километров и примечателен тем что здесь есть шикарная такая старая часть города где построен голландский форт был 16 веке и в общем то вот эта часть города она такой выполнена такой европейский манер и здесь просто погулять там посидеть в каких-то кафе очень в общем можно колоритно и атмосферно провести время но а коллеги в самом городе здесь пляжи не обустроены и в общем то отеле здесь они стоят получается в пригороде вот один из таких отелей это редисон блогале тоже у нас один из самых популярных отелей по прошлому сезону у отеля опять-таки большая территория ну вот она в общем то тоже ее частично видно на фотографии все номера в этом отеле они имеют вид на море шикарная детская концепция в этом отеле прекрасное питание но здесь пляжем есть небольшой нюанс вот посмотрите на фотографии да я думаю что это видно здесь видите как бы вот основной пляж он огорожен такими волнорезами и получилось вот такая вот ну как бы так скажем заводь что ли или бухточка на и вот здесь в общем то туристы и купать потому что вот за вот этими волнорезами там уже достаточно сильное течение и достаточно сильные волны поэтому купаться здесь но и не комфортно и в общем то не очень безопасно а вот здесь вот этой бухточки но здесь любят любят плескаться детки здесь очень как правило много детей и в общем то здесь ну и взрослые тоже сюда заходят вот такой нюанс есть по пляжу но в общем то несмотря на это повторюсь у нас этот отель тоже очень быстро уходит на стоп потому что вообще для цепочки рейдиса на него как правило вот ну если говорить про прошлый сезон и про этот сезон те цены которые они выставили очень даже приемлемые поэтому но его бронируют и из-за детской концепции и за питание и на территории отеля очень активно и в общем-то для семейного активного отдыха отель отлично подойдет и надо сказать что выходя вот из этого отеля там туристы на выходе прямо сразу могут сесть на тук-тук и допустим доехать например до луна вату на это очень близко и там уже полноценно насладиться пляжным отдыхом такой вариант тоже возможно вот такой отель с нюансами но повторюсь у него очень много плюсов поэтому ну можете смело предлагать конечно рассказав про нюанс размещения а следующий курортный городок а это хикадула мы с вами двигаемся вот так вот от аэропорта получается и выше колумба вот городок хикадула тоже один из самых популярных одна из самых популярных курортных зон тоже очень такой активный здесь очень много туристической инфраструктуры много туристов сезон отдыхает и здесь трансфер до хикадула соответственно да будет чуть больше чем до уна вату на в районе двух часов туристов довезут и здесь конечно так скажем больше выбор различных категорий размещения включая самые самые демократичные но и комфортабельное размещение четырех пяти звезд здесь конечно тоже есть здесь отдыхает больше молодежи здесь уже больше выбор ночных заведений поэтому если у вас есть допустим молодые туристы которые хотят куда-то компании отправиться то вот хикадула это первый претендент на то чтобы его порекомендовать и первый отель это цитрус хикадула местная цепочка цитрус кстати тоже можете и запомнить очень даже хорошая цепочка соотношение цена-качество местная ланкийская цепочка и в общем-то довольно распространена здесь на шри-ланке я думаю что вы вот с ней встретитесь не только в виде этого отеля лиц этого отеля и так цитрус хикадула расположен на первой линии есть у него такая небольшая территория с бассейном достаточно активно у них по вечерам либо диджеи либо караоке либо живая музыка всегда как-то ну в общем то что то они для туристов придумывают поэтому спокойствие релакса здесь точно не будет но будет вот какие-то активные мероприятия а и нюансы по бронированию обратите внимание здесь если номер категории иконами выбираете то это будет вид на боковой отель поэтому здесь пожалуйста внимательней все остальные номера соответственно они уже но без таких нюансов главное вот эта категория иконами будьте пожалуйста внимательны и предупреждайте туристов а потому что как бывает да мы видим самый низкий прайс и сразу же стремимся забронировать не учитывая какие-то нюансы здесь да есть отеля как в которых обязательно нужно быть при бронировании достаточно внимательно что касается пляжа здесь смотрите вот тот пляж который находится прямо перед отелем он получается там не очень удобный вход и чтобы удобно комфортно зайти непосредственно в воду то нужно будет свернуть буквально налево чуть-чуть буквально метров 100 недалеко и там уже комфортно туристы могут искупаться в общем цитру с хикадува хороший отель мне понравился соотношение цена-качество демократичный вариант размещения для или пожалуй наверно всех категорий туристов но для активного а следующая четверка уже хика транс бай синамон синамон это тоже местная цепочка мы сегодня вообще будем много кстати достаточно посмотрим вот этих синамонов достаточно распространенная цепочка здесь на шри-ланке это же соотношение цена-качество очень даже хороша так вот отель одна из самых популярных четверок здесь отдыхает и молодежь у нас ее бронируют и семьи с детьми такая вот такой комфортабельный вариант размещения непосредственно в хикадуве отели у отеля достаточно просторная территория очень приятная там бассейн газоны зеленые непосредственно этих газонах стоят лежаки и у отеля два пляжа один пляж он достаточно скалистый такой с камнями туда можно зайти ну в общем то и без без спецобуви можно но удобнее именно в ней и сюда именно в этот отель приплывают такие большие черепахи которых можно покормить и вот они тут каждодневные так скажем гости и другой пляж он находится тоже прямо рядом с отелем просто они как бы разделены таким небольшим волнорезом так скажем очень комфортный для входа с пологим входом там он как бы в виде лагуны даже вот этот пляж обустроен и там практически никогда нет волн поэтому вот такой нюанс тоже есть имейте ввиду потому как у нас были в прошлом сезоне тоже например обращение туристов вот приехали в этот отель здесь пляж только с камнями нет на самом деле вот тут же прямо рядом перед отелями есть другой участок пляжа в остальном мне понравилось здесь питание твердая пятерка я бы даже сказала за разнообразие здесь даже есть выбор диетического питания много но вообще в отеле достаточно многолюдно тоже это следует учитывать и достаточно много деток поэтому отель выбираем для тоже активного отдыха в том числе на территории и номера кстати вот посмотрите номера тоже не показать очень классными они такие очень просторные и там даже не балкон а целая такая зона как бы виде террасы там стоит и столик и диванчик в общем то там тоже вот можно проводить время любуюсь на потрясающие местные закаты и все номера как бы корпус стоит в виде буквы п все номера имеет вид на море классная четверка тоже достаточно быстро становится на стоп к сожалению но если успеете забронировать я думаю ваши туристы точно будут довольны следующий более демократичный вариант четырех звезд это отель лаванга резорт и спа уже отель имеет более компактно по сравнению с предыдущим отелем территории вот видите буквально здесь такой бассейн здесь же у них под навесом они делают шведский стол реновация была у них косметический ремонт был проведен в прошлом году и у них есть семейные номера с дверью здесь максимальное размещение возможно до пяти человек тоже знаю что есть такие запросы поэтому помечайте себе этот отель и в общем то хорошая четверка но повторюсь все таки демократично поэтому здесь от ну так скажем много не ждать да если мы сравниваем эти две четверки предыдущий вариант и этот вариант здесь более скромные номера конечно же более скромное питание но и по ценнику ценник это отражает в общем то соотношение цены и качества и еще одна четверка здесь на хикадуле это coral sense отель в отеле я подметила в этом отеле очень много русских туристов отдыхает здесь уже в отличие от лаванги более такая обширная территория достаточно просторная так скажем и очень большой них бассейн то есть тут столпотворение в бассейне точно не будет здесь у них есть и детская секция в бассейне поэтому в принципе здесь разные категории туристов останавливаются тоже молодежь и семьи с маленькими детками в том числе все номера здесь тоже с видом на океан и у них есть через дорогу спа комплекс и там вот при заселении дается одно первое посещение бесплатно вот в этом спа в остальном мне понравилось здесь питание нас здесь был обед да несмотря на то что четверка и морепродукты нам подавали и в общем то все достаточно вкусно поэтому рекомендую четыре звезды тоже соотношение цены и качества а следующий курортный городочек это поселочек ахунгала вот находится рядом с хикадувой это сразу же скажу что уединенный курорт в отличие от двух предыдущих городков про которые мы с вами говорили это уединенный курорт здесь практически нет никакой инфраструктуры за пределами отеля то есть но обратите внимание находится между получается двумя городами поселками с активной инфраструктурой это хикадува и бинтота вот буквально 20 километров до хикадувы и 17 километров до бинтоты поэтому в принципе туристы ваши могут доехать на туктуке как в одну сторону так и в другую здесь смотрите какой нюанс по пляжу здесь более активная волна будет если мы сравниваем допустим с хикадувой либо но тем более с у наватунной волна будет более активная и волны здесь уменьшаются и океан становится тише только примерно к декабрю месяцу поэтому вот этот нюанс тоже имейте ввиду при бронировании допустим туристов ноября но здесь несмотря на все нюансы здесь в общем-то размещает туристов от очень такой отель так скажем уникальный для шри-ланки концепции отели цепочки международный риу риу шри-ланка вот помните я делала пометку что в принципе все отели работают по концепции все включено примерно до 10 до 11 часов так вот этот отель это исключение он работает по так скажем на полноценном ультра даже можно сказать все включено здесь еду подают вообще круглосуточно и алкоголь наливают до двух часов плюс ко всему здесь тоже у нас был обед очень разнообразное питание с той точки зрения что здесь можно найти и местную кухню здесь можно найти европейскую и вот такой вот ну так скажем фастфуд виде пиццы виде бургеров виде картошки free здесь вот этого тоже в достаточном количестве и конечно это вызывает особую восторг у детей детей здесь надо сказать очень много вообще отель номерной фонд отеля насчитывает 500 комнат поэтому имейте ввиду что на территории отеля очень многолюдно и достаточно активно ну несмотря на то что в принципе так много людей проживает каких-то длинных очередей здесь мы не заметили хотя в принципе в час пик обедали но ну супер неудобства какого-то мы не испытали здесь на обед и на ужин наливает шампанское и вино поэтому по питанию здесь вот такая вот действует расширенная концепция да и по анимации кстати тоже заметила что в принципе здесь на более активная и такая знаете более похоже на турецкую в отличие от других вариантов размещения поэтому вот здесь релакс зона тоже есть там такой вот у них бассейн еще стоит с горочками но горки такие для пожалуй маленьких детей до трех до четырех лет вот такой вот отель очень тоже у нас популярными из-за своей концепции поэтому если ваши туристы там хотят как-то ну опасается может быть шри-ланку лететь и хотят чего-то привычного можете вот такой отель порекомендовать и думаю эта концепция очень напоминает турецкую и вот можно сказать что 300 будет себя чувствовать как дома как в турции а следующий курорт это казгода находится рядом с их с курортом ухунгала это тоже уединенный курорт коллеги здесь тоже практически нет никакой инфраструктуры но здесь вот этот курорт он так скажем знаменит тем что сюда приплывают черепашки вкладывать свои яйца и они здесь организовали не черепашки организовали а люди организовали конечно черепашью ферму куда может могут туристы прийти и понаблюдать за тем как черепашки растут развиваются в общем то тоже достаточно популярное здесь место на шри-ланке среди туристов здесь уже более спокойно к изгоде океан и вот один из отелей который мы здесь предлагаем это широтон козгода total beach resort это тоже много в двадцатом году был построен и обратите внимание да сразу же скажу здесь как будто бы речь речка есть такая она действительно есть но она не впадает в море потому что часто такие опасения у туристов вызывают когда они речку видят в остальном отеля а уже если допустим сравнить с предыдущим рио здесь уже будет более спокойная концепция конечно же не будет такого шума и такого количества людей вообще на территории отеля достаточно такая атмосфера который подойдет для релакс отдыха но дети семей с детьми здесь в принципе тоже достаточно и детская концепция мне здесь тоже понравилось и в общем то есть детский мини клуб также программу они всегда оставляют на ресепшн и с детками здесь занимаются прекрасный такой вариант очень универсальный но повторюсь для более спокойного отдыха подойдет и а мы уже с вами подбираемся к курорту бинтота один из самых таких масштабных да наряду с хикадува наряду с унова тунай и один из самых насыщенных инфраструктуры курортов городок бинтота он назван так в честь речки которая здесь протекает река бинтота тоже одна из самых больших рек на шри-ланке трансфер сюда составляет примерно два с половиной часа и здесь в общем то есть свои нюансы сейчас расскажу какие вы смотрите как я уже сказала в городке протекает река бинтота и она получается получается как бы отделяет часть отелей от самого города поэтому вот к таким отелям которые находятся на такой косе вот сейчас на примере следующего отеля покажу ведь такая коса и как бы речкой отделен отделены такие отели их он не один их несколько и вот к таким отелям получается организован двойной трансфер сначала туристов довозят до первого ресепшн на суше а потом туристов туристы уже соответственно пересаживаются на водный трансфер это либо паром либо катер в зависимости от количества туристов и минут не знаю 7 максимум 10 их уже везут до второго ресепшена где они уже непосредственно заселяются в отель вот такая схема но туристы они заселяясь в отель они не оказываются ни в коем случае отрезанными от инфраструктуры бинтоты потому что они в любой момент могут прийти на ресепшен и на этом же катере либо на пароме поехать в сам город как правило в таких отелях курсирует на водный трансфер каждые 30-15 минут в зависимости от отеля но достаточно часто и даже в ночное время поэтому здесь как ну так скажем вот этот нюанс он не должен настораживать потому что в любое время туристы могут выехать в город бинтота бинтоте пляжи считаются одними из самых лучших здесь они широкие с пологим входом и в сезон здесь тоже минимальное количество и вот один из отелей который здесь у нас находится который мы предлагаем это клуб бинтота отель четырех звезд отели бунгального типа очень зеленые думаю тоже это видно по картинке 30 размещается бунгало в отдельно стоящих но имейте ввиду что они организуют по вечерам дискотеку такую самую настоящую диджеем достаточно громкую поэтому вот здесь актуально примечание чтобы поселить туристов в более тихой зоне потому что здесь есть бунгало которые близко к этой дискотеке расположены а есть бунгало которые в общем-то расположены подальше от активных зон в остальном отель четыре звезды соотношение цены и качества прекрасная зеленая территория мне очень понравилась такая очень ну аутентичная такая атмосферная вот подойдет и для семейного отдыха и для молодежи в принципе я бы его тоже рекомендовала а игра дочек беру вэлла смотрите он находится тоже по соседству с бинтотой а тихий поселочек но в то же время здесь побольше инфраструктуры на мой взгляд чем допустим в хунгале либо к сгоде он такой ну поактивнее здесь уже можно какие-то кафе найти в принципе магазинчики но тем не менее все таки здесь нельзя сказать что он такой активный как там хикаду или укуна ватуна а здесь вот беру вели встречаются вот такие вот мелководные пляж видите на фотографии где практически нет волн и получается вот такая вот гряда каменная она отделяет вот этот участок пляжа от активных волн поэтому его здесь на беру вели встречаются такие вот так скажем участочки на пляже где можно абсолютно вот как будто бы в каком-то спокойном озере купаешься вот можно здесь точно также ступаться в поселочки беру вела особенно здесь много детишек а и здесь мы посмотрим с вами отель cinnamon bay опять-таки цепочки синамон да про которую я уже рассказывала вам я думаю вы помните и пятерка у отеля большая территория очень хорошая детская концепция мы здесь тоже жили проводили ночи завтракали и ужин или соответственно на ужин и на завтрак на ужин подавали морепродукты и завтрак тоже был разнообразным поэтому такая пятерка она как правило выходит по цене очень даже привлекательному в принципе ну не могу сказать что это прямо демократичная пятерка но тем не менее на территории отеля достаточно спокойно на самой территории но у них играет по вечерам живая музыка в обе причем такая качественная живая музыка которую действительно приятно посидеть послушать есть детский мини-клуб в отеле в принципе для любой категории туристов и для семьи с детками подойдет но для молодежи молодежи кстати тоже останавливалась но в принципе молодежи тоже наверно можно порекомендовать отель мне понравился со всех сторон такое соотношение цены качества достаточно доступна стоимость при этом 5 звезд и поселочек в отдува поселок в отдува это тоже такой поселочек так скажем для отшельников здесь тоже минимум инфраструктуры меньше чем на беруэль если сравнивать он уже достаточно отдален от аэропорта порядка трех часов езды и здесь вот такие вот широкие тоже я сделал эту фотографию широкие вот такие вот пляжи золотистым песком и с пологим входом и волна здесь надо сказать она будет тоже поактивнее а если сравнивать с беруэлла из козгодой но она вот так вот видите как бы такие достаточно плавные волны и в нахлёст но в принципе волна здесь она тоже бывает и здесь расположена один из моих любимых отелей отель за blue water классная пятерка сразу же скажу такую ремарку сделаю отличная и по питанию питание здесь просто шикарная и в принципе по территории хотя вот фотография на самом деле не отражает все атмосферы отеля и насколько территория приятная и ухоженная здесь в оформлении участвовала известный ланкийский дизайнер и в общем то это чувствуется и ну такая знаете очень приятная очень ухоженная территория с такими атмосферными зонами но отель сразу же скажу он для релакс отдыха на территории отеля очень спокойно здесь для детей пожалуй только участок бассейн секция бассейн больше ничего нет детского мини клуба тоже нет но в принципе семьи с детьми я заметила что здесь тоже останавливаться в целом для спокойного отдыха для такого очень комфортабельного размещения прекрасный вариант и здесь же в адуле мы предлагаем отель четырех звезд окрей харидро бич резорт отель тоже исключительно я бы даже сказала подчеркну это для спокойного отдыха здесь в общем то никакой анимации нет только вот отель на берегу океана и в общем то все но здесь хорошее питание для четырех звезд всегда несколько видов мяса всегда подают рыбу фрукты поэтому вот с этой точки зрения конечно отеле хорош простые номера обратите внимание номера действительно простые территория отеля небольшая на самом деле все балконы в отеле смотрят в сторону океана и балконы там они как бы не маленькие да я думаю это видно на фотографии они достаточно просторные тоже видите раз исполнены и в принципе там вот просто посидеть понаслаждаться прекрасными видами просто отлично но повторюсь очень спокойный отель с достаточно простым номерным фондом и с качественным питанием и так мы с вами уже перебираемся на северо-восточное побережье и посмотрим каким образом в общем то здесь организован туристический отдых напомню что здесь сезон начинается принято считать началом сезона апрель заканчивается он в октябре сезон но знаете какой нюанс вообще вот наш рекламный тур он начался в ноябре то есть по идее уже как будто бы не сезон на для северного северо-восточного побережья но в начале ноября вот мы как раз таки начали обзор отелей именно с этого региона и здесь была прекрасная погода не было никаких дождей было солнечно и был абсолютно спокойный океан без волн поэтому вот это я к чему к тому что в принципе в межсезонье вы можете рекомендовать в том числе и северо-восточное побережье потому как отели здесь все преимущественно таких вот ну высоких высокого уровня с большими территориями и в общем то в ноябре их тоже можно предлагать еще учитывая тот факт что в ноябре цены на эти отели этого побережья они будут достаточно низкими ну в сравнении с ценами в сезон высокий сезон здесь уже от аэропорта мотало более продолжительный трансфер порядка пяти часов здесь такой более уединенный отдых здесь инфраструктура туристическая она развита конечно же не так как на юго-западе за пределами отелей практически но ничего нет можно сказать поэтому здесь туристы размеренно отдыхают именно на территориях а здесь бенгальский залив напомню омывают эту часть острова поэтому в принципе здесь более развит дайвинг и снорклинг здесь более интересный подводный мир и каждый отель предлагает в общем-то занятия дайвингом либо занятия снорклингом это тоже можно найти в каждом отеле ну и начнем мы с отеля the calm resort and spa отель четырех звезд как раз таки это первый отель где мы останавливались и вот где нас в общем-то и застала хорошая погода именно в этом отеле отель вот с такой вот очень просторно очень приятной территории посмотрите у него очень широкий пляж питание прекрасное в отеле но повторюсь на территории отеля очень спокойно здесь какие-то анимационные мероприятия они в принципе вот конкретно в этом отеле их не было может быть они что-то придумают придумывали в этом сезоне и принципе ну в межсезонье что-то будут организовывать но когда мы посещали здесь не было никаких каких-то программ для туристов не было организовано и в общем то это просто отдых такой спокойный на берегу океана для детей здесь есть только детская комната то есть детского мини клуба здесь нет только детская комната и под присмотром нянь за дополнительную плату в остальном хорошие номера хорошее питание достаточно разнообразная и в общем то один из недорогих вариантов именно недорогих и качественных вариантов именно на восточном побережье можно можно рекомендовать следующая пятерка это тоже местная цепочка уга уга бэй находится прямо по соседству с предыдущим отелем языка у отеля тоже в принципе территория отеля похожи на предыдущие отель языка но только она здесь более гораздо более зеленая посмотрите здесь очень много растительности классный отель уже конечно это другой уровень другой порядок цен здесь они организуют и всевозможные свадебные церемонии какие-то романтические ужины на пляже то есть у них вот такая вот концепция которая позволяет это все в общем то организовать как таковой анимации здесь тоже нет но они вот предлагают и волейбол и баскетбол и поплавать на каяках и у них здесь тоже есть я помню дайвинг и снорклинг они предлагали а и иногда они в зависимости ориентируясь на загрузку организуют живую музыку по вечерам в общем-то качественно очень качественный вариант размещения прекрасный номерной фонд очень вкусно кормят в этом отеле и в общем то такой размеренный отдых высокого уровня еще один отель отель тоже пяти звезд отель джангл бич и у нас в этом сезоне кстати сказать многие этот отель потеряли я вот сначала тоже на самом деле потеряла но потом нашла в разделе премиум он у нас переместился теперь туда поэтому чтобы забронировать выбираете в типе тура шри-ланка премиум и в общем то там все отели и в частности джангл бич вот этой категории все там все там будет он теперь живет у нас там менял концепцию в сторону более примерно премиального отдыха вообще этот это уникальный вариант размещения потому как здесь вот я думаю вы видите на фотографии такой фрагмент самый настоящий джунгли отель построен в стиле таких вот ну в очень в очень аутентичном стиле и такое ощущение как будто бы ты живешь настоящего джунглях здесь не просто но сказать что зеленая территория это ничего не сказать тут просто все увито зеленью все в деревьях все в каких-то ну в экзотичной растительности такой которую можно только здесь на шри-ланке увидеть поэтому вот полное погружение буйство зелени но я например таких отелей еще не встречала тем более мы здесь жили и вот прочувствовали всю атмосферу такой вот такого оформления на себе это это на самом деле что-то потрясающе здесь очень вкусно кормят и вот как раз таки здесь организовывали нам шведский стол по сет меню и было очень вкусно шеф-повар к нам выходил и в общем-то отель хорош в качестве такого необычного если ваши туристы что-то необычное такое любят концептуальное то вот этот вариант размещения он подойдет в полной мере размещаются туристы в виллах а есть виллы разного типа и двухэтажные есть одноэтажные есть виллы с ванной на улице непосредственно и есть виллы с прямым выходом к пляжу такие виллы тоже есть вот такой вот вариант размещения очень интересные определенного вашего внимания заслуживает еще одна четверка более демократичный отель тринка блубой синамон опять-таки до цепочка синамону повторюсь она очень распространена здесь на шри-ланке находится в местечке тринка мали у отеля очень большая территория здесь уже так скажем не так зелено в принципе больше таких зеленых газонов есть растительность конечно но больше открытых территорий а вот у отеля такие вот светлые просторные номера они конечно с одной стороны достаточно простоват но с другой стороны мне понравилось что здесь очень много светлых цветов и комнаты действительно очень-очень просторный был у нас здесь обед в этом отеле вкусно покормили но единственное что здесь персонал не очень торопится но в остальном никаких нареканий много мяса много рыбы питание очень качественно вот такой вот вариант размещения с большой очень территория на 300 размещается в корпусах отеля то есть здесь уже не бунгарное размещение а именно комнаты которые находятся в корпусах и на территории отеля тоже спокойно каких-то активных анимационных мероприятий здесь тоже нет вот такая вот четверка то есть в принципе на восточном побережье тоже более бюджетные варианты размещения их тоже можно найти здесь не только какие-то отели высоких категорий но вот такие вот достаточно не демократичные наверное скажу соотношение цена-качество вот здесь вот такие варианты тоже присутствуют и так мы с вами посмотрели последний отель про который я хотела рассказать и давайте такой перейдем небольшому обзору экскурсионных программ потому как коллеги конечно если мы говорим про шри-ланку это та страна где ну куда вот просто приехать и допустим наслаждаться пляжным отдыхом самый настоящий грех потому как огромное количество мест куда можно и нужно съездить и что посмотреть мы даже вот с этой целью собственно говоря составили комбинированные туры которые мы комбинируем вместе с пляжным отдыхом такие туры у нас тоже есть на нашем сайте про них чуть позже расскажу давайте сначала мы взглянем вообще на небольшой такой обзор экскурсионных программ здесь конечно же не все экскурсии которые мы предлагаем но вот такие самые яркие самые значимые достопримечательности вот одна из них это крепость сегири львиная скала еще называют я думаю что в принципе это очень узнаваемое такое место и часто частенько на каких-либо буклет когда рассказываю про шри-ланку вот именно фотографии этой крепости размещают это крепость сегири это вообще представляет из себя такой дворцово-крепостной комплекс сначала туристы осматривают его не на не на не поднимаясь на гору а затем уже значительная часть вот этой древнейшей постройки она размещена как раз таки на скале и вот туристов ждет очень увлекательное восхождение 1200 ступенек туристы преодолевают взбираясь на эту скалу выглядит так очень захватывающие но на самом деле действительно дух захватывает надо сказать но все конечно же безопасно главное рекомендуете туристам взять с собой воду и солнцезащитный крем потому что несмотря на то что этот экскурсии организуется в принципе всегда по утрам но на вершине как вы знаете сгореть очень очень просто без защиты вот 300 поднимаются и в общем-то на вершине уже осматривают вторую часть комплекса дворцово-крепостного и соответственно далее и ждет спуск который будет тоже не менее захватывающим и в общем-то сопровождаться просто потрясающей безумной красоты видами а ну конечно же это все нужно видеть живую и вот в рамках этой программы тоже туристы посещают крепость не крепость вернее а такой вот храм который высечен в самой настоящей скале храм дамбула это такая вот святыня буддийская здесь пожалуй самая большая как они говорят коллекция скульптур будды здесь туристы могут найти и в общем то тоже такое очень интересное историческое историческое место а еще одна из самых популярных у нас программ это посещение древней столицы канди когда-то столица цейлона именно была здесь в городе канди и посещение королевского ботанического сада и так город канди он конечно примечателен ну во первых скажу что большую частью зато под охрану юнеско этого города очень много здесь примечательных исторических мест включая буддийский большой буддийский храм зуба будды мы как раз таки посещали этот храм и попали на буддийскую службу очень красиво очень колоритно и в общем то туристы здесь в рамках этой экскурсии тоже этот храм посещают а еще туристы посещают рынки исторические места этого места и смотрят на искусственное озеро и вообще в принципе в этом городе везде потрясающие пейзажи город находится в горах гористой местности поэтому просто даже гулять здесь оно сплошное удовольствие и еще туристы заезжают в королевский ботанический сад самый большой ботанический сад здесь огромное количество экзотических растений вечно цвету круглый год цветущих деревьев и здесь можно даже найти дерево который посадил наш с вами соотечественник юрий гагарин все вот это здесь в королевском ботаническом саде можно увидеть ну и самый знаменитый питомник слоновий питомник пиновелла вообще слоны конечно к шри-ланке имеют непосредственное отношение здесь к ним здесь к ним особое отношение в свою очередь и вот этот питомник он был организован в 70-х годах когда спасали маленьких слонят от тех слонят которые остались без мамы либо тех слонов которых там пострадавших от браконьеров вот всех помещали в этот питомник и сейчас это образовалось самый большой слоновий питомник в мире даже как они говорят ну и самое зрелищное конечно здесь понаблюдать за тем как слонов моют как их кормят особенно самых маленьких слонят из огромной соски и все это очень так зрелищно и умилительно посмотреть и конечно же мы привозим туристов в самые высокогорные города варелия и там где находится вот такой вот знаменитый девятиарочный мост который тоже является еще одной визитной карточкой шри-ланки тоже я думаю что узнаваемое всеми место и вообще здесь находится огромное количество высокогорных плантаций где непосредственно вот ну работники работницы женщины работают на плантациях у них в ярких нарядах собирают чай это очень колоритно здесь же туристы увидят самый красочный водопад который называется рована поднимутся на пик адама посмотрят на окрестности с высоты птичьего полета кажутся над облаками и тоже это одна из самых живописных одна из самых зрелищных экскурсии вот поездка вот в эти высокогорные города ну и конечно одна из моих самых пожалуй любимых программ это такой вот такой сафари сама настоящая по национальному парку яла самый большой заповедник здесь на шри-ланке это единственное место где можно по сей день увидеть представителя красной книги это цейлонский леопард он сейчас обитает только здесь на шри-ланке и здесь помимо конечно леопарда огромное количество представителей фауны здесь и буйволы и крокодилы сейчас вспоминаю кого мы видели кого мы только бегемоты носороги вот все это абсолютно реально да то есть туристы садятся вот на такой вот джип едут и в общем-то смотрят по сторонам и наслаждаются я особенно рекомендую посещать эту программу вечернее время потому что вот на возврате можно насладиться помимо колорита который будет окружать туристов можно насладиться потрясающими закатами шри-ланке и да кстати мы увидели таки цейлонского леопарда когда мы посещали этот национальный парк и конечно это нечто потрясающее но конечно шри-ланка это та страна где можно увидеть помимо удивительных животных помимо каких-то удивительных растений китов китов здесь можно встретить мы организуем также такие вот поездки экскурсии от порта который находится на юге острова называется мириса отплывает паром и соответственно туристов доставляет в открытый океан и там уже туристы наблюдают порядка часа за китами такая экскурсия у нас тоже есть тоже очень популярность апреля по май мы организуем такие выезды поэтому вот туристам тоже можете предлагать и я уже начинала говорить про комбинированные экскурсионные туры и в общем то здесь вот привела несколько примеров комбинации которые мы предлагаем в общем то программы их вообще три варианта и в каждой программе представлено подробное описание на нашем сайте то есть вы когда выбираете в типе тура комбинированный экскурс комбинированный тур нажимаете на него в подборе тура и подробнейшие описание на нашем сайте она выходит то есть как туристов будет скомпонована эта программа все отражено на нашем сайте еще обратите внимание что есть у нас пакеты premium что подразумевает индивидуальную экскурсионную программу. Такая возможность у нас тоже есть. И еще, что касается экскурсии, у нас, так скажем, новинка в этом сезоне заключается в том, что вы можете бронировать отдельные экскурсионные программы непосредственно в корзине тура. То есть это будет уже не комбинированный тур, а возможность заблаговременно и заранее забронировать отдельные экскурсии прямо в корзине тура и, соответственно, все сразу оплатить, потому что очень много было запросов по прошлому сезону. В этом году мы, в общем-то, это все реализовали. И предлагайте, пожалуйста, туристам. Я думаю, что для многих это будет такой очень удобной возможностью забронировать сразу необходимые программы, сразу же их оплатить и, в общем-то, уже в процессе отдыха про это не думать. И вот смотрите, у нас выведен QR-код на слайд. Итак, мы приглашаем вас присоединиться к нашему каналу инфотуров. Мы ведем его в Телеграме. И, в общем-то, здесь отражены рекламные туры по всем направлениям. Не только по Шри-Ланке, а абсолютно, ну, по всем, практически по всем рекламникам, которые мы посещаем. Там собран весь контент с описанием особенностей курортов, отельной базы. Ну, и, в общем-то, много всего там есть. И особенно он ценен, конечно, с точки зрения контента, который вы можете использовать для продвижения в своих соцсетях. Там прекрасные фотографии, которые делают наши сотрудники. Поэтому вы можете брать оттуда весь контент и использовать его для продвижения у себя на страничках. Поэтому присоединяйтесь. Я думаю, что это мегаполезный ресурс. Вот, в общем-то, у меня, коллеги, на этом все. Это все, что я хотела рассказать. Так, и давайте я, как и обещала, сейчас перемещусь на вкладку «Вопросы». Так, и посмотрим, что там. Так, можно ли комбинировать экскурсионные туры с полетной программой «Эйр-Арабия»? Вы знаете, Алифтина, у нас таких комбинаций нет, насколько я знаю. Именно «Эйр-Арабия» нет, у нас таких комбинаций нет. Я, конечно, могу ошибаться, и нужно проверить в подборе тура, но, по-моему, практически точно наверняка нет. Как, наверное, доплата за провоз фруктов? Доплата за провоз фруктов, ну, в прошлом году она составляла примерно 10-15 долларов. Людмила, обязательно будет запись вебинара в нашей академии. У нас хранятся там записи абсолютно всех вебинаров. Там вы можете ее посмотреть. По прилету какие-то комиссии за бесплатную визу берут? Нет, по прилету, коллеги, никаких на данный момент, я подчеркну, что это именно на данный момент, потому что частенько в этом отношении ситуация меняется, никаких доплат сейчас за оформление визы по прилету с туристов не берут, если туристы оформляют эту визу непосредственно в аэропорту прилета. Так, скажите, пожалуйста, если брать индивидуальный трансфер, он будет по скоростной дороге, сколько в таком случае времени ехать до Казгода и до Бентоты? Ну, как правило, да, у нас трансферы пользуются именно этим хайвеем, и, в принципе, до Казгода, до Бентоты, порядка двух-двух с половиной часов, я думаю. Так, в Казгод Бентоты сильно старые номера, в отзывах пишут про сильную влажность и ужасность мебели. Ну, там, так скажем, простые номера, коллеги, в Казгод Бентоты, простые достаточно номера. Не знаю, как комментировать ужасность мебели, если честно, это очень субъективно. Фотографии везде доступны в ресурсах, поэтому показывайте туристам и, в общем-то, уже с ними решайте, какие номера они, в общем-то, считают для себя комфортными, а какие нет. С аюрведическими центрами мы отели не смотрели, Игорь. Вы можете написать запрос, и, в принципе, это можно, я думаю, уточнить. Если у нас есть такие отели на контракте, обязательно вам их порекомендуем. Серпантина, Наталья, серпантина не... Ну, мы ни разу не ездили по такому какому-то крутому серпантину в основном прямые комфортные дороги. Какой отель с хорошей системой All-Inclusive до позднего времени? Наталья, как раз-таки отель Риу, про который я говорила. Это, пожалуй, вот прекрасный вариант, практически круглосуточный концепт All-Inclusive. Далеко ли находятся эти достопримечательности друг от друга? Ну, смотря какие, да, нужно проехаться. Не совсем приняла вопрос, если честно. Так, по вопросам вроде бы все. Так, ну что, будем делать розыгрыш? У меня просто слайд, я, если честно, не добавила для розыгрыша, но я думаю, что можно сделать розыгрыш. Я задам вопрос. И кто первый ответит, тот и молодец. Ну, тот и получит, конечно же, наш подарок брендированный. Так, делаем розыгрыш? Напишите, пожалуйста. Все, отлично, давайте. Я называю вопрос, кто первый напишет ответ. Соответственно, тот молодец, тот выиграл. И, пожалуйста, вы сможете связаться с нами по нашей почте и получить ваш брендированный подарочек. Итак, коллеги, скажите, пожалуйста, в каком море можно поплавать, находясь на Шри-Ланке? Коллеги, слышно меня? Так, 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 подождите, подождите. Все, стоп, стоп, я нашла победителя. Так, первый, да. Ангелина Пашкевич, Локодивская. Да, конечно, Ангелина, это Локодивское море. Вы можете забрать ваш подарок. Можете написать на... Давайте на мой адрес, я сейчас напишу. Коллеги, я сейчас напишу свой адрес электронный. Если какие-то вопросы у вас остались, вы можете, в принципе, их мне тоже адресовать. Вот, на этот адрес, Ангелин, пожалуйста, напишите. Мы сообщим, как вы сможете забрать ваш приз. И если, коллеги, у вас какие-то вопросы остались, в очередь вы тоже можете мне их адресовать. И, в общем-то, я, ну, без внимания вопрос точно не оставлю. Вот, благодарю вас за ваше присутствие. Благодарю вас за ваше внимание и за, в целом, за ваш интерес к нашим мероприятиям. Всего хорошего вам сезона, особенно наступающего, зимнего, хороших туристов. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok